Для того, чтобы снять и почистить дроссельную заслонку, она на всех автомобилях идёт после воздушного фильтра, нам надо будет снять патрубок, тросик газа. Вот так вот снимается тросик. Тросик газа. Снимаем патрубок, отсоединяем фишку и откручиваем три гайки по углам и один болт. Для того, чтобы нам было совсем удобно, мы этот патрубок убираем вообще в сторону. Вот, и видим такую вот картину. То есть, это дроссельная заслонка. Она у меня чистая, потому что я её чистил примерно полгода назад. Но видео не делал и решил на этот раз проверить и сделать видеообзор. Так, сняли патрубок, дальше откручиваем вот эту гайку. Вот там гайка. И две гайки снизу. Вернее, одна гайка и один болт. Вот мы открутили три гайки и один болт. Далее надо снять две фишки, которые сзади защелкнуты. Снимаются они легко, отгинайте язычок. Это первая. И вторая. Далее, когда вы снимете фишки, снимете дроссельную заслонку с направляющих. Вот они. Три направляющих. Видите, какая там чёрная грязь. И вот смотрите, что на внутренней стороне этой дроссельной заслонки. Вот это у меня произошло за полгода где-то. Вот такой вот нагар. А нагар, который не даёт вплотную закрываться стенки, то есть чуть-чуть мешает. Соответственно, воздух немного приоткрыт. И от этого все беды. Кто не лазил туда совсем, там будет полностью вся вот эта сторона чёрная. Это я чист. У меня это после чистки полгода назад. Проехал я примерно, ну, тысяч семь-восемь за это время. Так, сняли фишки. Осталось снять только два шланга охлаждающей жидкости. То есть обратные шланги охлаждающей жидкости, которые идут в бачок охлаждения. Когда вы будете снимать, там немного прольётся. Но это ничего страшного. Закреплены они, получается, снизу. Когда вы всё открутили, будет удобно. Но, опять же, предупреждаю. Польётся жидкость. Это не страшно, много не вытечет. Для удобства я снял шланг. Которым мешается... Случается с этой стороны. Освободил шланг. И сейчас... Освободил шланги. Всё, здесь жидкость охлаждающая не пошла. И здесь не пошла, потому что я поднял кверху. Первый раз, когда я снимал, был шланг книзу направлен. Антифриз вытек. Вот так выглядит сама дроссельная заслонка. И здесь можно наблюдать, какой нагар всё-таки на неё приходится с двигателя. Итак, вот в таком вот состоянии. Сняли мы дроссельную заслонку. Ещё снимем датчик положения холостого хода. Почистим его. Чистится всё это дел любым очистителем карбюратора. То есть, не обязательно покупать фирменный за 500 рублей. Можно, как я сделал, купить такой за 100 рублей. Очень удобно, хватает надолго. Естественно, довольно легко. То есть, обычный баллончик очистителя карбюратора распыляйте на место. Я распылил, дроссельная заслонка практически закрыта. Там размокает грязь. Грязь, как вы видите, сразу разъедается. Вылили на пол. И здесь уже грязи практически нет. Вот так вот в несколько заходов смываем. Где надо, чистим тряпочкой, кисточкой. Как вам удобно. Сейчас я откручу датчик положения холостого хода. Держится он на двух шурупах. Выкрутил шурупы. Дальше вытаскивается сам датчик. То есть, вот такой вот датчик положения холостого хода. Он тоже самый весь в нагаре. Его также чистим этим очистителем. Дроссельная заслонка открывается нажатием педали газа. Педали акселератора. То есть, когда тросик нажимаем мы педаль газа, тросик натягивается, открывает заслонку для того, чтобы впустить больше воздуха в камеру сгорания. Приоткрывая заслонку, мы также промываем также все промываем. Вся грязь размокла. Можно взять маленькую кисточку. Можно взять вот такую вот обычную маленькую кисточку и кисточку просто потереть там, где есть грязь. Чистится очень легко, очень быстро. Когда у вас будет вот эта камера, камера, где стоит заслонка чистая, заслонка будет к стенкам плотнее прижиматься. Соответственно, работа двигателя будет намного лучше. Вот, в принципе, на этом все. Далее собираем в обратном порядке. Итак, после того, как мы почистили дроссельную заслонку, обороты не плавают, стоят ровно на месте, стрелка не двигается. Машина еще не прогрета, а стрелка все равно стоит мертвым. Почистить дроссельную заслонку обороты не прыгают, воздух лишний не проходит. То есть, именно столько, сколько нужно. На этом все. Кому понравилось видео, ставим класс, подписываемся. Будет много всего интересного.